всем добрый вечер и сегодня у нас в гостях сразу два брата алим и амет юнусовой оба призеры всех крутейших турниров оба чемпиона европы и оба международники оба тренера его руководители клуба пересвет доджо операторы в общем много много всего в одном ли в одном лице в двух лицах сразу на двоих все разделено мы у нас уже был эфир с али вам сегодня у нас будет заметом и немножко моя разделю и будет со всеми по чуть-чуть все будет сбалансировано сейчас они подключаются все надеюсь кто занимается каратэ понимают кто это такие здравствуйте братья установим аппарат слышно нормально пойдет 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 так все четко ну чё двойной удар вы готовы два ван дама один раз показываю два раза бью короче пацаны смотрите вот с алимом уже был эфир с аметом не было но я распределил все по-честному я сделал вопросы и вам и тебе и тебе одинаково но амету на два больше потому что ну что у вас нужно поменять алиму побольше да не ну ты этот тебе побольше а он ему поменьше но он больше будет рассказывать все будет нормально давай товарищи давайте нет тебя начинаем тебя тебя не было ты пропустил так амет давай ты рассказываем ты начинай где и как и где начал заниматься карате ну я думаю что они уже рассказал интересно вы вместе начинали или как или там отдельно как-то попал да не у нас все то же самое было то есть мы баловались бегали правда я это не помню но плохо по память немножко плохая вот и в детстве мы баловались папа нас отвез я помню я помню когда мы зашли в зал зал для нас казался таким большим плюс в зале столько людей было вот это я помню запомнил очень сильно то есть человек 150 может быть даже побольше а возраст любовь да возраст но я не помню ну 15-16 вот это одного года может быть побольше потому что мне было тогда 10 9 лет и не помню даже ты короче в 9-10 начал где-то так и тренер у тебя тот же Заикин я так звание я так или просто тренер у тебя тот же Заикин Владимир как его называют Николай Шихан сейчас в данный момент а он Шихан уже кстати да он уже Шихан по-моему несколько раз он стал создать на пятый дан вроде сейчас несколько раз Шихан я не помню но он что-то рассказывал там два или три раза кстати товарищ он уже в РНФК вы знаете да Амед ты чем занимался параллельно Алим там борьба у него футбол ну я так же занимался и волейбой и футболом занимался но я не так увлекался футболом хотя любил играть но меньше всего я хотел не хотел заниматься вообще в детстве я был толстый ну как толстый такой плотный вот и у меня не все получалось и всегда всегда меня я помню всегда недооценивали всегда было очень сложно то есть в плане того что если кого-то везут команду какую-то куда-то да и выбирается там буквально пять человек всегда я оставался вот это я запомнил вот и были моменты мне было так обидно но я знал что по-любому я смогу что-то сделать и как-то пойти дальше но как-то за временем зафанател и получилось вроде немножко правда не до конца но получилось честно скажу я добавлю немножко вот как брат со стороны старший был все на меня валило да там весь прост меня был вот зафанател карате он уже взрослого возраста то есть семнадцать шестнадцать семнадцать лет вот так он постоянно я помню я помню была ситуация я мы ну у нас большой зал такой был и можно было в окно посмотреть и папа как-то увидел как я занимаюсь я приехал домой и он мне как ставил то есть он со ним общался а меня всегда так ну как бы не сказал бы что бил но он мог ты на сколько лет младше на два года а ну блин нормально слушай вот зашел вошел я вижу борщевский виталик он помнит всю вашу сборную я кстати его тоже помню он со всеми мне кажется он кажется мне со всеми со всеми дрался про кто победа поповичи который с этого с этого это львов там или чё твой нет я не помню я не помню оптуете подуль фамилию попович и вот борщевский да борщевский я помню когда мы идем а в крыму приехали на соревнования а а он уже такой матерый там войдет и вот вы сидите что то там Аджи Османов был пар produce еще там что другая и мы такие идем selected крымчаки сидят а вы такие именно такие крымчаки татаро-монголь intimate такие звуки они сидят И Борщевский с нами идет, и он такой, да я их всех знаю. И вы что-то к нему, там кто-то из вас подошел, здорово, и мы такие, блин, ты что знаешь их? Он, да, конечно, знаю. А он уже такой, говорит, нокаутер был крутой. Короче, Виталик, мы про тебя помним, братан, прости. Так, расскажи про детские победы, потому что я помню, что ты в детстве уже, блин, красавчик был. Да нет, это в 16-17 лет у меня были победы. Ну, я не помню, честно скажу, я вообще не помню свои результаты. Я никогда не был первым, то есть я всегда занимал второе, третье место вот так вот, где-то, ну, вот в таких местах. В 16-17 более-менее что-то получаться начало, а в основном это уже, когда мне 20 лет, 22 года. Я помню, в 20 лет мы сидим с Сашей Михайловым, общаемся и такие, блин, в 25 лет хотя бы стать чемпионом России. 20 лет, а нам по сколько, по 18, ну, у нас зеленые пояса, и в 19 лет зеленый пояс тогда, и мы такие мечтаем, думаю, о, класс. Хорошо, а этот, у тебя, вот расскажи, последний, я по 5 вопросов вам буду задавать. У тебя вертушка, падение, ты за бой, ты в начале ее в детстве вообще бесконечно крутил, ну, потом начал расти, как бы меньше уже крутил, но все равно ты ее за бой там по 200 раз крутил. Но, мне кажется, в детстве ты только ее и бил, ты выходил и все время, она, она упал, встал, упал, встал. Откуда ты ее взял? Где ты ее подсмотрел? Да, по-моему, все били, по-моему, все умели это делать, я просто чаще делал это, но у меня тактика была своя, то есть в этот момент я очень много узнавал, то есть в бою можно, ну, очень важно правильно подойти тактически и понимать, что ты делаешь. То есть, когда ты делаешься, вот я вот, когда участвовал, да, на соревнованиях, я делал падение, и в этот момент я вставал, я понимал свое время, то есть то, что мне подсказывают, вставал, и я слышал, что мне подсказывают. Во-вторых, это идут секунды, то есть 10-15 секунд. Как бы моей фишкой было это концовка, ну, то есть не фишкой, а как я умел делать концовки, я умел людей обманывать в конце боя, то есть они вроде бы могли лидировать, но буквально 10 секунд решали многое, да, в бою, особенно судьи сидят, ну, сейчас в данный момент не так, сейчас уже больше ущерб ценят еще что-то, а вот тогда еще лет 5-10 назад, ну, 10 лет назад, ценилась концовка, то есть то, что у нас сейчас в ВФК, да, то есть в ВФК первым критерием это активность, вот, точно так же, и поэтому за счет этой концовки я побеждал много боев, то есть даже если не чейный бой, очень важно же последние 10 секунд, очень важно последние 5 секунд боя, очень много боев смотрел, когда вижу, бойцы побеждают бой, ну, буквально 5 секунд-то остается до боя, они либо останавливаются, либо, ну, не активны, завистили. Да, завистили вы что-то. Есть. Есть, есть, есть. Да, 5 секунд до боя, да, некоторые, некоторые, какая есть ошибка, я видел. Нету звука теперь. Звука нет, пацаны. Не слышно нифига. Может, выйдите и войдите? Нет, нет, нет. 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 Нормально? Есть. Нормально? Всё, чё-то… Чё-то сбойка что-то было непонятно. Опять неслышно, Саня. Подвисает. Чё-то прикалывается. Ну да, он же весельчак. Но он что-то в эфире такой, весь весельчак. Я его эфир смотрел, он что-то… Илья, ты что-то был вообще… Очень серьёзен, как никогда. Илья, ты Шуханов такой серьёзный. Да, вы подвисайте. Да. О, вроде… блин, не, подвисайте. Сам же… Да, подвисайте. Да, ты очень серьёзен, Илюшенька. Ты такой серьёзный парень. С тобой даже не шути. Пусть перестанут лайки ставить. Лайки не ставьте. Тогда, товарищи. Кто там ставит? Быстро перестали лайки ставить. Да, может быть, какой-нибудь Индия-Китай какой-нибудь. Лайки не ставьте тогда. Кстати, может… лайки могут ставить, оно от этого облики. Из-за этого может быть, да? Да. Так, пять секунд я рассказываю до конца, и некоторые расслабляются. Так. Ну, всё. Начал. Ну, всё, ладно. Ну, ладно, всё. Мысли понятны. Понял. Алим, к тебе. Я вот не помню, я в прошлый раз тебе задавал вопрос этот или нет. Вот тебе вручили медаль АКР. Да. Я не спрашивал тебя? Я спрашивал или… Нет, не спрашивал. Это, я так понял, за десятилетний вклад в развитие АКР. Расскажи, что это? Кому даётся? Как нам такого заслужили тоже? Там за пять лет, я как понял, суммирует общее количество каких-то, наверное… То есть, стабильных выступлений, стабильно каждый год, то есть за пять лет у меня больше всего набралось коэффициентов в категории. То есть, я понял, что из-за этого там ассоциация наградила как лучший бойец за пять лет. Ага. Понял, понял. Так, ты… ну, тебе уже… Какие вопросы? С тобой уже всё изначально обговорили, теперь уже ты советуй играть дальше. Посоветуй книгу бойцам или тренерам? Еще раз, что посоветовать? Книгу бойцам или тренерам? И бойцам, и тренерам. Две книги. Так, ну, тренерам я не знаю, что советовать. Я начинаю только как бы, ну, тренерский путь, можно сказать, он такой долгий еще. Но я думаю, что тренеры больше знают. Но, конечно же, наверное, посоветовать больше хотелось, чтобы они не останавливались развиваться. Потому что тренер, наверное, должен быть на шаг быстрее. И понимать, то есть всегда быть на шаг быстрее, чтобы можно было ученику ответить правильное направление какое-то дать. Потому что, если ученик уже приближает тренера, естественно, будет сомнение у тренера. Вот. Наверное, такой совет больше. Ну, естественно, по учебникам это, наверное, учить. То есть смотреть. Уже все, в принципе, было, все проходили. Тренеры и раньше были очень крутые. Так что нужно просто по следам идти, смотреть и изучать все это. Ну, что такое? Опять, да. У вас есть какие-то вражеские клубы? Вражеские клубы есть какие-то, которые могут лучше? У нас на марта, да? Нет. И мутно так, и что-то. Хорошо. Давай попробуем дальше. Алим, какие у тебя были кумиры, когда ты занимался, и когда ты сейчас выступаешь? На кого смотришь? Кому подражаешь? У кого берешь вдохновение? Есть? Слышно? Что ты говорил? Да, да, слышно. Блин. Кумиры? Твои кумиры? Да что такое? Были? Есть? Кумиры мои? Ну, естественно, в моей категории то, что я всегда... Если взять в плане каратэ, это нарушимо, конечно, который... Я всегда, то есть, ну, вообще впечатлял его техника. В принципе, я очень много перенимал у него. Даже смотря бои какие-то. Ну, это самый, наверное, из первых. Вот. Естественно, мне нравится, конечно, красивое каратэ, как они работают ногами, дистанцию, тайминг вот этот не находят. Я просто фанатил от этого. Ну, а так, конечно, и многими курасалами очень нравится. Вот. Если взять из каратэ, ну, есть, конечно, еще других видов спорта. Кумиры, скажи. Ну, мне очень нравится, ну, не знаю, в последнее время я люблю смотреть бокс. Ну, не прямо вот сейчас вот этот год, а вообще там за последние пять лет люблю смотреть бокс. Не то, что как они бьют, а то, что движение, чувство вот это, как они корпусом работают. То есть, ну, какие-то моменты я для себя брал очень много. Вот. Было интересно, как они уворачиваются, как они бьют. Все равно это с каратэ, конечно же, не связать. Потому что у нас силовые больше ударов. А у них именно такие акцентированные, они не вкладываются всем телом. У них такой короткий удар для нокаутов. Вот. Ну, что-то можно брать. Вот. Блять. Пакьял очень нравится мне. Вот. Ну, естественно. Всегда болел за кричков, да. Смотрел, когда он выступал. Ну, в принципе, всегда смотрел из таких. Вот. Ну, и, конечно, футбольных каких-то. У меня есть футбольные фанаты. Кто? Кумиры. Кто? Кумиры, да. И этот... Ну, в то время, я очень много, я всех знал в то время, когда я занимался футболом. Вот. Сейчас, если я фамилии назову, все равно не будет понятно. Какой-то Артем Милевский, наверное. Или какая-то фиг. Какой-то Вася. Хорошо. Слушай, ну, я тебе задаю вопросы, которые в прошлый раз уже не успел задать. Совет ребятам, у кого пропала мотивация. Мотивация. Пропадает мотивация. Нужно разобраться в себе. Надо искать, почему она пропала. Потому что, конечно, без мотивации что-то. Либо, как многие, я у тебя на эфире смотрел. Это закон подлости. Вот когда интересный собеседник, начинаются какие-то глюки. Вообще все интересные собеседники, да? Что-то, 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 что-то. Интернет. Вот. Советы. Смотри, Саш. Если мотивация пропадает, нужно просто понимать, почему пропадает. Разобраться в себе, но если взять взрослых по смену. Если брать детей, то они еще многого не понимают. Просто нужно, наверное, как-то... Потому что не бывает всегда, что ты ровно идешь, у тебя мотивация всегда. Где-то бывает сложно. Где-то там, ну, не получил. И у многих начинают вопросы задавать, зачем мне это надо. Травмы получать, здоровье лучше там себе поберечь, да? Но, опять же, здесь выбор надо делать, конечно. У всех есть светлая дорога, в любом случае. Темная и светлая. И каждый спортсмен должен пройти через это. Если он не пройдет эту дорогу, то, естественно, и не поймет ничего. Поэтому нужно находить свою мотивацию в этом. Потому что есть разные времена, где нужно пройти и ничего не получить. Но, как сказать, ступор какой-то может быть. И это нужно пройти, а оно все равно будет. Потом светлая дорога. Поэтому надо находить, надо себе ковыряться, искать. Либо сказать, все, я просто хожу, делаю, делаю, делаю. И оно все равно появится. Так что надо всегда мотивировать, искать это все. Вот то, что ты говоришь, у меня бывает. Я думаю, это у всех спортсменов. Я слышал, какой-то тренер говорил, что все спортсмены ленивые люди. Я по себе знаю, что всем кажется, что ты чемпион. И про вас думают, и про нас, и про всех. У них все хорошо получается, все они тренируются. И всегда у них есть желание, мотивация. Но у нас же тоже, вот у меня, я знаю, что каждый день не бывает одинаково. Сегодня я хочу идти на тренировку, завтра не хочу. И в основном у меня чаще, когда я не хочу тренироваться. Но я себя заставляю, я себе ставлю там цели, я ставлю себе соревнования, вижу их. И я знаю, что ради них я иду. Иногда, когда вот тяжело. Хорошо, а ты скажи мне, не заниматься там, не тренироваться. Ну, пойдешь ты просто работать. Что, всем хочется с утра идти на работу? Да, так же. Так что такая же твоя работа просто, это твоя любимая работа. Бывает, что вот там, поэтому где-то нужно вовремя отдыхать, где-то нужно отпускать себя немножко. Вот, и любая работа, она всегда у нас получается, что бывает такое, что мы не хотим делать и идти. Это у всех. Вот, и к тебе вопрос в связи с этим. Что ты, когда ты не хочешь идти на тренировку, что ты себе говоришь? Что ты делаешь? Когда бывает такой день? Еще раз, еще раз вопрос не понял. Когда не хочешь идти на тренировку, что ты себе говоришь? Ну, у меня бывает такое, что я не хочу идти в начале, то есть надо дойти до зала, потом вижу людей, ребят, энергия какая-то и друг с другом делимся. И какой-то момент у тебя просто как-то раз, все поворачивается. А изначально такие мысли всегда приходят. Думаешь, ну, может отдохну, может со следующей недели, а может на следующей. Например, сам себе не ощущение, что организм, наверное, устал, наверное, он хочет отдохнуть. Ну, как бы вот такие моменты бывают. Но когда приходишь в зал, сразу все меняется. Видишь друзей, видишь учеников, видишь ребят, есть еще такие энергичные просто на них. Сам заряжаешься и вот таким образом уже все происходит. Главное, как говорится, довести себя до зала. Ну да, я тоже так. Я недавно так Саня Емельяненко тоже это говорил. Один из серьезных. Но вы можете, пацаны, вы можете один говорить, а второй можете дополнять лишнее, если хотите. Так, Амет, Амет, давай тебе. Ты очень важно сказал, что ты видишь цель. Вот это, наверное, самое главное. А если ты не хочешь и не встаешь, и не идешь, и не делаешь, значит ты так хочешь цель. То есть, если у меня есть цель стать чемпионом мира, и я не встаю, значит я так хочу стать им. Понимаешь, и вот это важно. Ну, вообще каждому человеку не важно, чем бы ты ни занимался, должна быть цель какая-то. И идти к этой цели, не важно, пускай она будет маленькая или большая. Когда у тебя есть цель, ты встаешь по-другому. Ты делаешь по-другому. Ты мечтаешь по-другому, еще что-то. Ну, то есть, вот эти вот мелочи, они очень важны. Потому что у нас, ну, много детей, которые говорят, я хочу быть чемпионом мира. Я говорю, давай, поможем, покажем, пошли. Он говорит, нет, подождите, дайте я отдохну, а потом пойду с вами. То есть, как бы, здесь нет отдыха. Ты должен встать и пойти и сделать, и все. То есть, вот то, что тебя, да, поднимает, это твоя цель, и ты мечтал об этом. Но, опять же, важно, да, понимать, какую ты цель можешь достичь. Ты сможешь стать чемпионом мира или не сможешь? Значит, ставь всем меньше цель, которую ты можешь достичь сейчас. А потом уже следующий, и тогда будет намного лучше. Хорошо, к тебе вопрос. Вот я как-то, я рассказывал или нет, я не знаю, но ты знаешь это. Я всем расскажу. Как-то мы приехали в Чехов, помнишь, отбор был на мир, на 2007 год. Да, я помню, кстати. Да, и нас там как-то Шихан отправил, типа, отбирайтесь от России, чтобы поехать на мир. Это у нас там какие-то траблы были, нельзя от Украины было ехать. Ну и мы поехали, приезжаем. А я только перешел к мужике, там, что-то мне 18 лет. Но я так хотел в Россию, я хотел просто, даже не отобраться, а просто получить от русских. Просто почувствовать, как сильно было. А, когда ты в Питер приезжал, да? Нет, нет, перед Питером был этот, Чехов. Я приезжаю, ты там в столовке смотрю, ты, короче, сидишь. Думаю, а он тут что делает, ни фига себе. А мы с тобой дрались же еще в Украине, там, на турнирах, и в Крыму, я тебя помню. Думаю, блин, а я знаю, что ты из моей категории, что ты моего возраста. Думаю, а он тут что делает? Думаю, ну, блин, не знаю, может, тренируется. И потом вышли драться, и ты, блин, как начал драться, там, выиграл у Нежева, которого я раньше на кассетах там видел, блин. Там еще ты такие бои закатил крутые. Думаю, ни хрена себе, моего возраста пацан, блин, такой, блин, заводной, и как бы не боится взрослых мужиков. Вот расскажи, как тебе удалось после перехода в мужики так быстро влиться и начать вот занимать призовые места потом на турнирах? Ты на России дрался, везде. Потому что у многих уже такая проблема. В мужики перешел, и там, о, трагедия, все, там, это же совсем другое. А у тебя вообще как-то было, как будто страха нет вообще. Ну, тогда я у Нежева не знал, вообще никого не знал, честно скажу. То есть никому сказали, что это у Нежев, там, еще что-то, но мы тогда потом, у нас были подготовка куда-то тоже с нами готовиться, но вместе готовились. Вернее, я с ними готовился, потому что я был зеленым поясом, а он уже там какой-то чертный пояс там, что я буду ответить. Ну, там уже топовый был. Ну, это и сборная, то есть известная сборная. Ну, здесь, наверное, немножко психика немножко другая. То есть я помню в детстве я всегда, почему я говорил, что я занимал вторые и третьи места. Из-за чего? Из-за того, что я в детстве всегда ставил цель, ну, не цель, а доходил до какого-то определенного момента, и потом говорил себе так. Сегодня я сделал, все довольны, я доволен, все, на этом остановлюсь. То есть там второе место, как медаль получил, все, на этом остановлюсь. И потом я понял, что так нельзя делать, и нужно идти до конца. Неважно, что бы ни случилось, нужно идти до конца. То есть понятно, что я и боялся, и переживал, и все что-то. Но я находил способы, как эту боязнь перейти. То есть я выходил на бой, всегда я помню, я даже вот сейчас помню эти моменты, я выходил на бой и всегда себе говорил, как на занятиях. Все, я делюсь, как на занятиях. выходил на бой и просто дрался. И всегда говорил, что я буду, не важно, как этот результат будет, я буду драться до конца. И это мне помогало просто стоять с сильными бойцами. То есть я, ну, кому-то проиграл, кого-то побеждал. Но это мне помогало в плане того, что я не останавливался. Также я своих учеников учу, показываю им, что нужно вот таким способом думать. Опять же, кто-то слушает, кто-то не слушает. Но мне кажется, для меня это помогло. Опять же, помогло, потому что я в это верю. Если человек в это не верит, не важно, что бы ты не сказал ему, он не будет это делать. То есть важно, чтобы он понимал, что он делает. Потому что я это получил на протяжении каких-то несколько лет, несколько тройбышев, еще что-то. Когда выходил в финал, я помню, что я выхожу в финал, такой, а, ну ладно, тогда он здесь хватит. Достаточно. Вот у меня тоже очень много детей таких были. А потом, со временем, я себя научил то, что нет, вот максимально то, что ты можешь делать, пытайся это делать. Иначе ты не поймешь, что дальше. Слушай, я помню тогда, я как сейчас помню, этот унижив, он же такой стоячий, и он одиночные такие бьет. Я помню, он тебе в грудах бьет, и аж звук такой стоит в фанере такой. И ты понимаешь, что там, ну, как бы стоять бесполезно. И ты начинаешь с ним двигаться, и он просто промахивается в эти свои дурные сильные удары. Я думаю, что он уже был, ну, ему уже сколько лет там? Ну, 28, наверное, было. Под закат карьеры. Под закатом. А у меня только начиналось, то есть мне там 20 лет было. И у нас маньяка в бой разный. Я не думаю, что я его там победил как-то в одну каменьку или еще что-то. Просто они увидели Маглова, а, ну, давайте, ну, вот, пожалуйста, как бы, ну, и дали победу. Ну да, там был такой момент, что ты именно не сдался. Вот это было круто. Что именно не сдался и не испугался, что он титулованный. Это вообще было круто. И как бы... Я не знал, кто это такой. Честно. Я не знал, как он там поедет на какой-то чемпионат. И он там чемпионом стал, по-моему, с Нестеренко или с кем-то Шевченко, по-моему, Шевченко. А, я помню. Вот. И они тогда финали. Нет, там другое. Там был какой-то Иванов какой-то, нет? Или Петров или Иванов какой-то. Ну, не какой-то. Боец был. Ну да, да, да. Крутой такой. Да. Вот. Хорошо, расскажи. А? Я чуть-чуть дополню вот по поводу того, что как он возрос и перешел так быстро, легко. Вот. Получилось как? Он где-то, ну, не выкладывался на сто процентов. То есть он, ну, процентов, наверное... Самого худшего ученика, который у тебя есть, вот это был я. В общем, он делал где-то, ну, 50 процентов, 30-50 вот так и заходил. То есть он мог быть и в детстве больше, да, там, но... Я, может, то, что постарше был, у меня так... Как-то получалось быстрее. А потом у него как-то это вот накопилось, наверное, 17. Я аж помню его глаза. Мы когда поехали в Питер, он как раз вот... У него там началось, там 16-17, он уже начал как бы прогрессировать. И все, у него только я буду заниматься каратэ. Все, мне ничего не надо. Все, буду жить там в палатках где угодно, я буду заниматься каратэ. У меня уже другие мысли, там, как бы заработать где-то, там, научиться, там, да. Ну, все, я буду, как бы... Вот, историю такую расскажу, то, что, как бы, он не рассказывает. В школе тоже драйчун был, да, там, и много уроков пропускал там. У них там коллектив такой был, что утром вроде в школу идет, сам катаются на автобусах. Ну, такое время было, знаешь, очень сложно. Ну, там, как-то сколь, там, надо будет обязательно сколь. Вот, у него как-то пошло по-другому. И дети смотрят, и сейчас они... Да нет, нормально, что из такого можно вырулить тоже. Да, потом, вот, знаешь, там, и родители, там, папа постоянно злой на него, там, вот, получали там жестко вообще. Всегда, если кто-то виноват, то виноват, а нет, виноват. Такая история была в школе. Сижу я, одиннадцатый класс, а он девятый класс. И приходит у нас учительница по истории, такая. А у меня, получается, дочка... Да, да, да. В общем, она, конечно, прибегает прямо в зал, а я такой тихий, спокойный. Али, Минусов, туда-сюда. Твой брат, все, сына моего нос ломал. Туда, все, милицию вызываем, короче. Вот, было как, если ты первый не ударишь, то тебя, да. Ну, провоцировать, знаешь. А тут, если ты чем-то занимаешься, то... Один в школе будет тихой. И будет ни одного слова. Ни одного. Вот, если самого тихого ученика взять, это вот так. Самый-самый тихий. Не видно, нигде не видно. А я богатую тоже находит. А как вы, кстати, учились? Какие оценки? Как учились? Ну... В смысле, у нас какие оценки были? Да, у тебя и у тебя какие? Как вы были? Отличники, неотличники? Грудь не было точно у меня. А нет, он... Как сказать? Мне нужно было трудиться там что-то. У него голова работала. Ему можно было просто там раз. Особенно математику там и все, что там. По математике. Вот. Но он всегда плохо, как бы... Он просто плохо себя в школе. Из-за этого постоянно в одну школу пойдем, в другую школу. То есть вот так. Ну, я учился неплохо. Ну, как? Я мог учиться, да? Если бы хотел. Но, честно говоря, школа, конечно, убивает людей. Мое мнение. Я просто... Надо ты уже одну книгу пересказывать. Давай уже не будем. Да. Это долго будет. Не-не-не. Потому что из-за этого... То есть я вот тогда уже чувствовал, что что-то не так. Что-то не так. Что-то не так. Что-то делать не так. Даже сейчас я в школе работаю. И я понимаю, насколько там не учат, а просто бумаги перебирают. То есть вот буквально туда и сюда. То есть ты должен бумагу сюда положить, туда положить, здесь положить. А научить детей. То есть я говорю, дайте людям учить детей. Дайте людям, чтобы они могли все делать для детей. А получается, что наоборот. Их заставляют бумаги, а для детей не доходят. То есть я прихожу в школу, для того, чтобы я подренировал детей, мне нужно вот такую кучу бумаг заполнить, которые вот так вот они складываются и потом в конечном итоге уходят куда-то непонятно куда, сжигаются и еще что-то. Но ты ничего не дал детям. И так же у нас, ну... Ну, Амит, ты был двоечник или троечник? Ну, больше троечник, чем двоечник. Но хотя меня сценки постоянно ставили. Если я в классе находился, то есть я всегда получал, всегда получал двойки. Ну, больше не двоих получал. То есть не за учебу, а за поведение. То есть я мог, ну... Ну да. Я не знаю... Короче, если взялся, то все получается. Но ты как бы ленивый, не брался, баловался просто, да? У меня тоже типа такого было. Мне нужно было там не кайф, там это все. Все время там, я не знаю, я так... Я еще так что-то вообще просто... Ну... А он приходил там раз, 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 все. И ушел. И полгода ему нет. У меня была ситуация в школе такая. У нас учил на два года младше меня. Ну, то есть одноклассник на два года младше меня. И была ситуация. Учительница... Ой, учительница. Одноклассница встала и взяла... Не помню, то ли карандаш, то ли еще что-то. Он, ну, он что-то сделал и подошла, взяла, вот отступнула в этого... Ну, пацана-одноклассника. Вот. А он ничего не сделал такого плохого, чтобы это сделать. И я... Нам на восьмой... Ой, на 24 февраля подавили мяч. Я стою и эту девушку не кричу. Мячом по голове. Ну, понятно. Вот так вот было. Алим, а ты четверки, получается, у тебя были? Ну, четверки, тройки. Физкультура пять. Даже больше. Ну, короче, средние такие ученики, я помню. Да. Я любил историю, географию. Вот. Мне нравилось. Больше такое, знаешь. Вот. Остальное нормально. Все тянул. Все... Ну, нормально, в общем. Четверка, тройка, пятерка. Все, хорошо. Амет, расскажи. Систему ввели тогда. Мы, конечно, немножко потерялись в этом. Такую? Двенадцати баню. А, да-да. У нас тоже было. Слушай, ну вот сейчас я вообще эту фигню не понимаю. Они сейчас вообще перешли на то, что в школе только задания дают, а вы все дома делаете. Как этот рассказывал. Даже сейчас посмотрел задачи, которые сейчас происходят. Но я даже их не видел никогда. Вот то, что Алексей Щербаков, это, как его, комик стендап. Видели, где он рассказывал? Блин, я домой прихожу отдохнуть, а мне надо уроки делать. Нафига я в школу вообще ребенка вожу. А там только задания дают. Но сейчас реально да. Я с ним немножко не согласен. В плане того, что они говорят, вот вы в школе. Но есть домашнее задание. Это точно так же взять и с нас, как артистов. Но вот у нас по полтора часа занятия. Если родители очень мало будут уделять вам каких-то мелочей делать с ним, то ребенок не будет улучшаться. Не, ну это мелочи. Это там такое, что-то надо делать. Но они же в школе вообще, я так понимаю, что много переносят домой. Блин, что такое? Опять вы зависли. Да, я тоже, кстати, об этом думал. Мы же тоже и зачеты эти домой даем, и какие-то задания, и все. Но я думаю, мы когда не так загрузим прям сильно, у нас как бы все по желанию. А там если не сделаешь, то вообще жесть будет. Давайте еще раз, выходите еще раз, и давайте запускайте еще раз. А то это уже опять началось. Что за дела, я не знаю. Итак, ваше сообщение. О, сейчас четче, а то в прошлый раз мутное было такое. Так, еще раз, еще раз. Ну как? Ага. Есть? Слышно? Видно? Нормально. Да-да-да. Амет, расскажи про чемпионаты России. Где ты начал выступать? Просто, Алим рассказывал, ты когда переехали, ты там начал ездить по сборам, по соревнованиям, много выступал, всего. Мне просто самому интересно, как ты начал на них выступать? Во сколько лет? Блин, где, что, как? По мужикам именно. Я начал с 2006 года. В 2006 году я поехал в чемпионат России в Москве, это объединенный турнир был. Помнишь? Может быть? Объединенный там. Вот, кстати, унижив там участвовал. Вот он тогда до 80-ти там. Это не там, где Увицкий первый где-то стал? Какой-то АКР, но весовой? Не-не-не-не-не-не-не. Там Лунёв и Козлов в финале в абсолютке. А, что-то там Дармен с кем-то своим дрался, по-моему. Или с Петховым, или с этим. А, ну вроде бы я понял. Вот где он с этим, где он с Шинов там дрался этот. Петров. Петров. Или Иванов, или Петров. Я помню какая-то простая фамилия. Но он такой классный. Такой расслабленный. Вообще Шинов классный. Ну как бы, есть несколько бойцов таких. Я вот только что давно смотрел бои. Настерленко. Ну конечно. Я рос на этих боях. По секрету сказать. Сейчас, наверное, мне нельзя это говорить в слух. Слушай, когда ты пошел, ты действительно помогает. И вот как я с тобой в прошлый раз разговаривал. То есть анализ, да, делаешь? Все равно вот даже много заметных вещей. То, что я очень много бокс смотрел. Там, перед миром, Европой. Какие-то движения вот эти, там, какие-то смещения. А они у меня сами появляться стали. Даже не то, что я отрабатывал. Где-то хотел мне кто-то показать. Просто то, что зрительная память, она все равно дает очень большой эффект. Слушайте, а это не вы мне эту историю рассказывали. Когда две команды футбольные. Американцы делали, ну, в футбольном смысле вот эти регби. Или как там у них американский футбол. И делали... Блин, что такое опять пропадает? Сейчас. Сейчас. Есть? Пропадает опять. Да. Блин, ну у вас интернет нормально? У меня четко Wi-Fi работает без перебоя. Да, нормально. Новый Wi-Fi, новая квартира. Слушайте, это... Вы был, или вы, или где-то я слышал, что две футбольные команды и какие-то там эксперты провели эксперимент такой. Они были уже такие топовые две команды, вот эти американский футбол. И одна команда месяц готовилась там, все как надо, как полагается. А вторая ничего не делала и только смотрели выступления своих там противников, ну, как мы бои смотрим. Вы рассказывали? И потом вышли и что-то в ничью, там, ну, ровный там какой-то счет был. То есть то, что смотришь, это тоже тренировка. Там не так, там было три команды. Первая команда – это полностью отдыхали, ели, пили и все остальное делали. Вторая команда – это, которые просто смотрели видео. И третья команда, которая тренировалась. И вот эти вот команды две, которые смотрели видео и тренировались одинаково сыграли. То есть, как бы, ну, на одном уровне. Да, короче, полезно это вот смотреть именно, да? Нет, обязательно. Мне очень важно тоже, вы сами, смотри, в лагере будете делать, когда делаете, должны зрительные тренировки. Это не просто пришел, потел, устал, там, выпался из зала, да? Тренировки должны быть еще зрительные, тренировки просто… Блин, западло какое-то. Что за фигня? Саня, слышно? Да, да. Вот, короче, разные тренировки нужны, чтобы развивать все стороны. Поэтому здесь нужно, конечно, очень много. Все, ну, сделаем тоже. Амед, расскажи про Европу выигранную. В Италии помнишь, когда ты выиграл? Сколько боев, с кем там, что как, тяжело было. Про этого румына, который порыл убил всех. С какого раза ты ее выиграл там? Сколько раз ездил до этого? Ага. Да, блин, ну что такое сегодня? Подождите, 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 вы опять пропадаете, пропадаете опять. Может, вам поставить интернет какой-то? Может, мобильный интернет поставить? Ни фига, да? Блин, что оно? Что случилось? Кто там вас, кто вас так не любит потом? Кто там в Питере он такой? Да вообще ничего, это плохо видно, зависло. Давайте я, может, выйду сейчас и еще раз войду. Давайте. 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 Блин, даже сегодня вообще какая-то.